Чехословацкой республики. На балкон общественного или народного дома в 1918 году поднялся первый президент Чехословакии Томаш Гарик Масарик и провозгласил независимую от Австро-Венгрии республику. Давайте, чтобы лучше было видно здание общественного или народного дома, на секундочку перейдем на противоположную сторону. Именно здесь начинается исторический центр города Праги, 3,99 квадратных километра, которые принадлежат мировому наследию, находятся под эгидой ЮНЕСКО. История города Праги более чем тысячелетняя. Легенды повествуют о том, что легендарная княжна Либуша поднялась на знаменитую Вышеградскую скалу и, посмотрев вдаль, произнесла свое знаменитое пророчество. Сказано своему народу, отправляйтесь на вершину холма посреди леса, вы найдете мужика. Он будет стоять на пороге собственного дома и тешить или обтесывать порог. На месте дома и порога построите город, слава которого коснется звезд. Назовете Прагой по порогу, чтобы каждый владыка и князь низко склонял свою голову, переступая порог как бы собственного дома. Прага в девятом столетии получила свое сегодняшнее название Праг в переводе с чешского языка порог. Город на порогах, на порогах реки. Не снимайте меня, пожалуйста. Ну я понимаю, если вы рядом со мной, то попадаю я большим крупным планом. Большое вам спасибо. В Европе это запрещено. Сейчас, на последние полгода, как ввели новый закон, без согласия официального и желательно письменного на фейсбуке и на все остальные вещи ничего подобного не выкладываем. Так, мы с вами сейчас находимся на площади республики. Именно друг города берет свое начало. Прага с десятого столетия была столицей чешского княжества. С 13 века Прага столица чешского королевства. С 1918 года Прага столица республики. Сегодня Прага город-миллионер, проживает в городе 1 миллион 300 тысяч жителей. И как показала прошлогодняя статистика, 16 миллионов гостей. Наслаждайтесь городом. Через часик с половиной проснутся китайцы. И на каждую нашу фотографию будет попадать азиатское лицо. Пока город пустой, наслаждайтесь, делайте фотографии. Будем учитывать и вот этот момент нашего сегодняшнего путешествия. На площади республики перед нами общественный или народный дом. Уже в 14 веке здесь находился старый королевский дворец. Дворец со временем пришел в запустение и на его территории архитектор Освальд Полевко построил общественный или народный дом. На первом этаже один из самых дорогих пражских французских ресторанов. Это говорят заведения, где чаще всего слышится имя Господа на всех мировых языках, когда посетители видят счет. На втором этаже огромный концертный центр. Зал занимает площадь 1200 квадратных метров. Зал расписан знаменитым чешским художником Альфонсом Мухой. По его эскизам была выполнена и мозаика, которая украшает центральный балкон. Если учитывать оливковаться общественным или народным домом, продолжаем наш путь. На площади республики до нашей стеной остается здание театра Киберния. Когда-то это были казармы австрийской армии, позднее зернохранилище, сейчас театр для мюзикалов. С левой руки от большинства из нас серая монументальная постройка Чешского народного банка. Огромное удивительное серое монументальное строение, где проходят печать денежных знаков, где находится золотой запас Чехии. На крыше серого монументального сооружения находится символ Чехии. Лев, если будете присматриваться к канализационным лукам, флагам, декорациям, чешским деньгам, частым символом Чехии является лев. Если у льва один хвост, это самочка, если два хвоста, это самец, если у льва корона над головой, это королевский символ Чехии. До сегодняшнего дня над денежными запасами чешского государства располагается двух хвост и лев, еще и с короной над головой. На ней это чудо, я видела такое уникальное, удивительное украшение на территории чешской столицы. Продолжаем наш путь, входя в Старую Брагу под Пороховыми воротами до XVIII века. На территории сегодняшней Праги находилось одинаковых четыре города. Королевский город Гранчаны. В каждом городе была своя центральная рыночная площадь, своя система самоуправления. Все пражские города подчинялись чешскому королю, но были независимы друг от друга. Отдельно существовал королевский город Гранчаны, где жил король со своей свитой. Отдельно существовал малый город, где жил король со своей свитой. Отдельно существовал малый город, где проживали иностранцы. И в XIV столетии был основан новый город. Все пражские города подчинялись чешскому королю, но до XVIII века были независимы друг от друга. Пока в XVIII столетии австрийский император и чешский король Иосиф II Гавспурский, очень экономный монарх, сын Марии Терезии, проводил в империи множество реформ. Использовал даже многоразовые гровы, чтобы экономить в империи над всем, чем только можно. Он посчитал, что содержать четыре пражских города – это дорогое удовольствие. И, соответственно, приказал соединить все четыре пражские городские постройки в единое большое целое. На территории Праги появилась так называемая «большая территория города». Крепостные стены стали разрушать, глубокие рвы стали засыпать, но одну башню из 13 в старом городе сохранили до сегодняшнего дня. Башня построена архитектором Бенедиктом Рейтом из известняка и песчаника. Стараюсь уйти немножечко дальше от башни, потому что будет открываться прекрасный ракурс, через минуточку, еще буквально 50 метров, и можно будет башню увидеть во всем ее великолепии. Как и все башни старой Праги, башня Пороховая представляет собой смотровую площадку. За 100 крон с 10 часов утра, когда смотровую откроют, можно подняться на вершинку и увидеть панораму оранжевых черепичных крыш на территории старого города. К сожалению, башня сейчас получается вровень с городскими постройками, и, увы, не открывает удивительную возможность рассмотреть панораму более отдаленных уголков города. Вот в этом уголочке, это, правда, уже сейчас проезжая часть еще, но открывается прекрасный ракурс на Пороховые ворота или Пороховую башню. Зеленец башня, которая была когда-то в старом городе, 13, вдоль крепостной стены. И вот эта единственная башня сохранилась до сегодняшнего дня. От Пороховых ворот или Пороховой башни, Кожский король начинал свой королевский коронационный путь. А мы с вами начинаем наше королевское коронационное путешествие. Король по традиции бессонную ночь проводил на Вышеграде. Далее приезжал к Пороховым воротам на Вышеграде, потому что это было место, в которого по предаминам прага брало свое начало. Который, осторожненько отойдем сюда, как и что происходит. Вот Пороховых ворот, король, пешком и засеком. Начинал путь через всю Прагу. Пешком и засеком, чтобы каждым камешком очиститься от своих грехов, преодолевал королевское коронационное путешествие. По старому городу, через Староминскую площадь, к Карловому мосту, по узеньким улочкам Старой Праги, и поднимался на вершинку калма, где чешского короля ждала корона. Мы с вами тоже отправляемся в наш королевский коронационный путь. До Карлового моста пройдем его все, кто пойдет и президенту во дворец, на праздник играть, соответственно преодолеет всю часть королевского коронационного путешествия. Мысленно раздуваемся и почувствуем себя королями и королевами. Расправдаем плечи и отправляемся в наш королевский коронационный путь. И хотя корону нам в конце пяти углов не преподнесут, тем не менее главный королевский коронационный путь мы с вами все-таки преодолеем. Расширь под Параха-Белеван, и симпатичный Старый Праги, и в Параха-Белеван на территории Старого города. До 18 века не существовало нумерации домов и не использовались даже названия улиц. На секундочку задержимся. Мы у знака, где у дома у знака масонского. Напротив находится дом у Черной Божьей Матери за решеткой. Далее дом у Золотого Льва, у Чешской Орлицы, у Стервятника, у Паука. Местные жители до 18 века ориентировались только с помощью домовых знаков и символов. Местные жители поддерживают домовые знаки по сей день, хотя в них нет необходимости. Взгляните, на каждом доме два номера. Красный – это старый реестровый номер недвижимости. Австрийская императрица и чешская королева Мария Терезия Габсбургская. Первая женщина на чешском троне. Сделала все как истинная хозяйка. Пересчитала население, пересчитала недвижимость, записала все в единый реестр. Провела канализации, провела первые осветительные приборы. И тогда в городе на красном фоне появились номерные знаки на домах. Далее появились названия улочек Целепна или Таможенная. Старое место – городская часть. В Праге всего 57 городских частей. Прага 1 – Пражский округ. Округов – Праге 22. На домашнем адресе указывается все. И старый реестровый номер недвижимости, и синий современный ориентационный, и название улочки, и городской части, и Пражского округа, чтобы местным жителям можно было хорошо ориентироваться. Пройдем по Целетной улице. Она полна целого ряда всевозможного соблазна. Но, к счастью, магазинчики пока еще закрыты. Поэтому группа наша, я надеюсь, останется в полном комплекте, в полной целостности. Обычно мы здесь теряем половину женскую нашей группы. Слишком много красивых ювелирных украшений, красивого богемского стекла, которое заманивает витринком. Понятно, что это главный королевский коронационный путь. Поэтому цены соответствующего уровня. Слева от нас магазин «Поматка. Сказка» в доме у Золотого Льва. Находится традиционное предложение в виде чешских кротиков. Помните мультик про крота? В апреле наверняка в детстве. Соответственно, кротов, к сожалению, не делают в Китае. Поэтому они, увы, дорогие. Все только чешское производство. Поэтому, если захочется такой типичный детский сувенир, то, соответственно, не можно будет заглянуть. Далее, Целетная или таможенная улочка получила свое название по тому, что каждый торговец и купец, который въезжал в Старую Прагу, на улочке обязательно останавливался для оплаты таможенного сбора. Отсюда и название улицы Целетная или таможенная. На Целетной или таможенной улочке сохранилось множество удивительных домов. С правой стороны у нас ресторанчик у Паука. Винный ресторан Старая Корчма, где до сегодняшнего дня поддерживают уникальные старейшие традиции. Именно в этом заведении оси и день можно переместись в настоящее Средневековье. Конечно же, Старая Корчма привлекает и сейчас по вечерам множество посетителей. Вместе с ним можно сутиться на три этажа под уровень сегодняшней Праги и прикоснуться к старым традициям, когда танцуют на столах, подстраивают рыцарские сражения и заманивают вас, естественно, в дикие развлечения старых традиций. Под каждой старой корчмой всегда поджидали посетителей, представители древнейшей профессии. Я не про журналистов. Я про попрошаек. Во все времена в Траге существовала академия, не знаю, о чем вы подумали, существовала академия подаяния. В старые времена учили, как и у кого правильно выпрашивать милостыню. Если видели богатого торговца, который хорошо провел день и удачно повеселился, перед ним можно было поплакаться и вспомнить свою голодную семью. Если видели молодого ловеласа, который неплохо провел время, перед ним надо было с шуткой и задором выпрашивать милостыню. Если же видели кого-то, кого уже еле выносили из корчму, понятно, его там обобрали, зачем на него силы тратить. Когда попросыпаются местные, не знаю даже, как назвать, профессионалы своего дела, мы их с вами увидим на центральных улочках города со своеобразной козой, с собачками, выпрашивают милостыню. Считается, что животное вызывает больше жалости, нежели человек, поэтому психологически продумано и выпрашиваются домашними животными милостынями, якобы на их содержание. Прежде чем пройдем далее, обращаю ваше внимание на музей шокотопия, музей шоколада совместили с музеем восковых фигур, где можно прикоснуться к самым известным представителям не только мирового плана, но и чешским традиционным символам. Причем, начиная от легендарной княжны Либуша, знаменитого короля и монарха Карла IV, алхимики, астрономы, астрологи, которые прославили Прагу. Далее это, конечно, Эйнштейн, который жил на территории города, чуть дальше подойдем к одному из его домов. Это и спортивные представители Чехии, и Петер Чех, и Яромир Ягер. Это и Карл Готт, легендарный чешский певец. В любом случае, сделали музей очень интересно, сочетая его не только с мировыми символами, но и с представителями чешской истории, начиная от самых легендарных основоположников, до, конечно же, уже современных представителей. Продолжаем наш путь. С левой стороны оставляю одно из зданий университета Карла IV. Сейчас это небольшой магазин и библиотека при университете. А с правой стороны здание, которое сейчас проходит ремонтом, представляет собой студенческое общежитие. Мы же продолжаем наш путь, направляясь по целетной улочке к дому, где сейчас на двух этажах под землей располагается музей средневековых пыток. Заметили кровавую вывеску музея Тортул. Есть возможность купить ролевой билетик. Один из вас палач, второй жертва. И друг на друге перепробовать все мученические инструменты. Один из вас получает незабываемые ощущения, не знаю, который больше. С левой стороны от нас находится музей средневековых пыток, где можно прикоснуться к самым старым мученическим инструментам старой Европы. Далее справа от нас фирменный магазин компании Сваровский. Думаю, не надо добавлять, что больше похоже на музей, нежели на магазин. По ценовому предложению даже заветная вывеска сейл не особо помогает. Тем не менее, блестит красиво, ярко и красочно. С левой стороны от нас в доме у белого императорского павлина еще один музей шоколада. Здесь неограниченное количество съедаемого шоколада по будней экскурсии, поэтому идешь раз, я считаю, что это лучшее диетическое сооружение. Заходите, один раз шоколада наемся, и потом минимально пять лет ты его любишь. Приостановимся на секундочку. На средней улице располагается здание, которое открывается нашему взору. Костел Девы Марии перед Тыном. Так называемый Тынский храм. На территории Чехии в период 14-го столетия началось гусицкое движение. Янгус, ректор Пражского университета, священник, который на своей проповеди собирал по три тысячи человек. Обвинял священнослужителей, какой они неправедный ведут образ жизни. Как содержат целые гаремы, устраивают оргию, продают грамоты отпущения грехов, индульгенции. Причем индульгенцию можно было купить наперед. То есть грех-то еще не совершил, можно было прийти поторговаться со священником, выяснить, а этот грех будет дорогой, а этот. А если я так убью или так покалечу, это удешевит или удорожит. На соборах, на некоторых, чтобы облегчить торговлю, висели даже ценнички. Убийство жены 10 золотых, соседки 15, соседа 25. Можно было прийти поторговаться, выяснить, на кого денег хватит. А священник, вместо того, чтобы еще попытаться отговорить, совершать грех, даже не пытался, а наоборот уговаривал, бери подороже, и я хорошо заработаю, и ты отпустишь на пару лет вперед. На территории чешского государства началось гусицкое движение. Сначала мирное движение, а потом гусицкая война. В 19 лет охватили всю территорию Европы. Гуси-то или протестанты решили в Католическом городе построить протестантский собор. Построить его в католической Праге было не разрешено. Пришлось встраивать храм в Старый Тын. Отсюда и название Девы Марии перед Тыном, перед забором. Нет возможности увидеть костел во всей его красоте. Здание встроено в старые городские ограждения. Видите, с этого фасада треть сооружения закрыта. С центрального фасада собор встроен в старые городские ограждения. Поэтому мы увидели его во всем Ревоколегии практически не дополучается. Слева от нас дом у Черного Солнца. Следующий дом у Белого Льва. Домовые знаки сохраняются до сегодняшнего дня. И местные жители, конечно, по ним прекрасно ориентируются. Если местному обитателю пражскому сказать, у них трем золотым скрипочком к черту или в морг, он будет прекрасно знать, куда ему отправиться. Домовые знаки не повторяются. Они все уникальны в своем роде. И сейчас в некоторых домах домовые символы бывают действительно очень красивые и заманчивые. В дальнейшей фасаде Белого Льва нас гости в музей Мадам Чуссо. Знаменитый музей восковой фигур, который располагается на территории города. Я надеюсь, что вам сегодняшнего одного дня в Траге покажется очень мало. Может быть, захочется вернуться хотя бы на парочку ей на территории города. Потому что в Траге огромное количество музеев, уникальных, удивительных комплексов, с которыми есть возможность познакомиться дополнительно. А если возвращаться на территорию Траги уже с 1 апреля, тогда открыты и сады, и парки, скверы. И, конечно же, город тогда преображается. И китайских свадеб в Траге тогда значительно больше. А не так, как сейчас одна бедная, замерзшая на старомеской или старой городской площади. Как бы вы ни заблудились в старом городе, Прага построена так, что все 12 улочек сходятся здесь, на старой городской или старомеской площади. Так город построен. Все 12 переулков выходят к башне городской ратуше. Башня просматривается сейчас прямо по курсу над нашей головой. Высота башни 86 метров. Башня ратуши украшает сердце старой Праги с 1338 года. К башне ратуши примыкает один темно-бордовый пролет. Видите, кусочка здания явно не хватает. Здание отрезано, без видимой на то причины. Темно-бордовых пролетов у ратуши было 8, и она своими размерами доходила до костела Святого Николая. Но в 1945 году Американские войска бомбили город Дрессен. У четырех бомбардировщиков не сработала спецификация. Ратушь Дрессена покажите рекомендовать после Абрадуси. Попали на набережную 4-е здание Бородского совета. Семь пролетов ратуши была разрушена. Когда думали, восстанавливать или нет, решили, что сохранят только то, что уцелело. Чтобы каждый, кто остановился у этого здания, почитал мемориальную доску и, естественно, вспомнил, что тогда Прага могла лишиться своего уникального символа. Ведь если бы еще немножко промахнулись и попали бы в саму башню ратуши, в Праге не было бы знаменитых старинных часов пражского орлоя. А сейчас знаменитый символ города является одним из уникальных украшений на территории Праги. Выйдя на Старомесскую площадь, мы с вами оказались у дома святого Вацлава. Готический эркер на белом коне изображается чешский князь Вацлав или Вячеслав. Удивительная фресковая роспись, созданная Николашем Алышем, знаменитым чешским художником, украшает фасад сооружения по сей день. Далее украшением площади служит дом у единорога. Посмотрите, у балкончика виден однорогий баран. Вот видно, что делать, если так изобразили легендарного зверя. Единорогом его, конечно, в сегодняшнем представлении не назовешь. В этом доме жил Альберт Эйнштейн. Мемориальная доска рассказывает о том, что Эйнштейн частенько поднимался на балкончик и играл на скрипке. Пража, не увидев Эйнштейна, всегда падали со смеху. Отсутствующая часть одежды, взъерошенный вид Эйнштейна, приводил местных жителей в жуткое замешательство, о чем сегодня рассказывает мемориальная доска. Итак, выходим в сердце старой враги. Нам очень повезло, площадь сейчас пуста. Увидеть ее вот такой пустой получается крайне редко, буквально всего в общей сложности 40 дней в году, когда на площади нет какой-то ярмарки, нет каких-то ларечков, нет елки, березки или других символов по уборке урожая, или же каких-то концертных подиумов. Потому что Старомецкая площадь это и сегодня основной туристический центр города. В центре Старомецкой площади находится памятник, содержащий Яна Куза. В центре Ян Куза, с левой стороны, улетенные католики, справа, раздавшие протестанты. Протестанты держат в руках свой символ, чашу. Старое время, даже и сегодня, в католических соборах, всех местных ведущих причащают только хлебом. Раньше, если ты был ватант, ты получал хлеб и вегом. Если бедный, ты получал причастие в храме, только хлебом. И, конечно же, гуситы считали, что это неправильно, что все перед Богом должны быть абсолютно единые роды. Свой символ, медную чашу, гуситы выбрали как символ поединенного гусинского движения. Чаши находятся над всеми протестантскими соборами. Вы посмотрите, храм Девы Марии перед тыном тоже последние два месяца украшаются медной чашей. Раньше, между двумя башенками, которые выросли в старом тыне, находилась медная чаша без кусочка Божьего тела, то есть без хлеба вот этого круглыхого, который находится. И в чаши свели в меду айсу. Сначала прожане жутко радовались, принята больно хорошая, но при первых пунктах радость ползикла. На головы прихожан стали вываливаться червяки, жуки, лягушки, другие вещи, ведущие к деньгам. Такое количество ругательств перед храмом разносилось, что от греха подальше чашу переплавили и сделали лучки солнца за Девой Мариной. Вечерняя гниль. Новая чаша появилась два месяца назад, но сейчас ее уже закрыли вот этим Божьим телом, соответственно, хлебцем, поэтому мы с вами надеемся, что в чаше быстро гнездо от птиц не появится, хотя голуби с первого время с большим интересом облетали чашу и осматривали, как бы ее можно было использовать. Не знаю, во сколько вы уезжаете, темноты дождетесь или раньше? Конечно. Дождетесь темноты, да, сегодня, потому что самая красивая Старомесская площадь при ночном освещении. После пяти часов вечера, когда включается ночная подсветка, собор Девы Марии перед Тыном является поистине уникальным шедевром. И только увидев этот храм во всем великолепии и ночного освещения, вы поймете, почему Прагу называют одним из самых красивых городов Европы и мира. Две башенки храма вырастают в старых ограждениях. Правая башня оригинал 15 века, левая была разрушена во время пожара. Когда наняли мастера башню восстанавливать, он допустил небольшую ошибку. Видите, что башенки чуть-чуть отличаются. Левая пониже, нежели правая. Говорят, не получились башни-близнецы, пусть это будут пражские Адам и Ева. Держат покровительство над городом. Прежде чем мы с вами пройдем нарез, обращаем ваши взоры. на мостовой мы находимся на месте огромного круга. На месте этого кружочка стоял огромный столб и тень от этого столба каждый солнечный полдень подала на линию полуденного меридиана. Видно, медную планочку. Местные жители каждому солнечному полудню на башню городского совета приглашали представителей, которые следили за падающей тенью. Как только тень достигала своей линии, сверяли время в городе. Полуденный меридиан для проверки времени сегодня уже конечно не используют, но когда-то это была важная система проверки времени в городе. Полуденный меридиан сохранили в сей день и чьи его гордо называют сердце Европы. Географический центр у вас в Карпатах, а левее в любой стране показывают свое сердце. Я видела уже пять сердец. Последний раз меня просветили, и оказывается сердце во Львове. Но я видела в Минске одно сердце, второе в Праге. Есть еще пять сердец на территории каждой страны, чуть левее от географического центра, показывают свое сердце. Раньше Европу изображали на карту женщину и соответственно местные жители решили, что раз в области груди находятся богения и чехия, то почему бы не стать сердцем Европы. Далее мы с вами на Старомесской площади под башней городской ратуше. Видим, во-первых, на фасаде множество мемориальных досок, а на мостовой видим елингые крестики. Видно? это место, где устраивались средневековые камни. И из окна. Пока вышвыривали три раза в истории. Первый раз в 1419 году, второй раз в 1618, а третий раз пока в 1948. До сегодняшнего дня местные чехи поддерживают старую традицию и перед каждыми чешскими выборами обязательно показывают три документальных фильма о предыдущих вышвыриваниях из окон, чтобы и чехи традицию не забыли, но и политики собственно знали, чем в этой жизни рискуют. Чехи убеждены, что будут и следующие дефинистрации вышвыривания из окон. Обычно после каждого вышвыривания из окон на Старомесской площади под башенкой ратушек устраивались средневековые казни тех, кто был повинен вот именно к этой традиции. И до сегодняшнего дня мемориальные доски и крестики напоминают о старых средневековых казнях. Понятно, что сегодня есть телевизор и интернет, а вот в средневековых традициях ни того, ни другого не было, поэтому казнь была лучшим развлечением для всех горожан. Родители приводили своих детишек посмотреть на средневековые мученические традиции прямо на территории центральных площадей. И развлекалась тогда, естественно, вся Прага, выходя на Старомесскую площадь. Украшением старого города служит костел Святого Николая. Храм, который построили в 18-м столетии под руководством архитектора Гриана Игнаци Диен-Сунгофера до Первой мировой войны был православным собором на территории чешского государства. Учитывая, что сегодня крещение, понятно, что, думаю, будет и служба православная проходить в соборе, когда будем возвращаться, будем у входа в храм, через который проходят верующие, посмотрим по расписанию, может быть, кому-то захочется заглянуть. Собор Святого Николая до Первой мировой войны был православным. Сейчас храм официально передан протестантской церкви, но по обоюдному соглашению в крупные православные праздники на территории собора проходят православные богослужения. От собора Святого Николая начинается самая дорогая улица города Праги, улица Парижская. Понятно по витринкам магазинов, почему это улица женских вздохов или мужских слез. Где, как ни на Парижской, расположится старому еврейскому кварталу. В него мы с вами сейчас и заглянем. Поселение евреев в Праге началось в период 13-го столетия. Именно в это время выбрали территорию, где сейчас находимся мы поближе к Старой Праге и поближе к торговцам, ремесленникам и главной рыночной площади. Потому что уже в 13-м столетии местные еврейские ростовщики получили право давать деньги взаймы. И, конечно же, когда у прожан появлялась необходимость у кого-то что-то одолжить, первые, к кому шли, были еврейские ростовщики. Но, как обычно бывает, чужие деньги тратятся легко и быстро, а свои кровные всегда возвращаются с большими проблемами. Поэтому, когда приходило время расплачиваться с долгами, придумывали всевозможные причины, как избежать возврата долгов. И если в Старом городе кого-то убивали, труп неизменно подбрасывали к воротам Старого еврейского квартала. Подозрение падало на обитателей Старого еврейского города и осуществлялись уже обоснованные набеги на территорию Старого еврейского поселения. Еврейский квартал несколько раз разрушали практически до основания и до сегодняшнего дня местные жители, хотя и сохранили территориально старые границы еврейского города, тем не менее понимают, что от истинных построек старой Праги осталось только шесть сеногут и старое кладбище к одному из них мы с вами заглянем. Поднимайте глазки иногда вверх. Удивительные фасады, которые перестраивали территорию Парижской улицы и появлялись над удивительными старыми постройками уже, конечно, соответствуя новым архитектурным стилям. Эпоха арт-модерн, сецесси, он целый ряд красивейших стилей, которые соединяются на территории Парижской улочки в единое целое, создавая один из самых красивых и архитектурно ценных уголков города Праги. По Парижской улице мы подойдем к границе старого еврейского квартала. Еврейские жители чувствовали себя всегда каким-то образом ущемленными, боялись вот этих нападений, плюс уже к 14 веку небольшое поселение еврейских жителей было обнесено большой каменной стеной, за которую выходить после наступления темноты еврейским жителям было запрещено. Понятно, что было создано уже в 14 веке еврейское гетто, которое просуществовало почти до периода 20-го столетия. Правда, с некоторыми перерывами в ограничениях жизни еврейских обитателей. Евреи чувствовали себя защищенными два раза в истории. Первый раз в 16-й век, когда знаменитые еврейские рави и, удалев Бен-Бесалей, из глины слепил глиняного человека голема. Голем должен был защищать еврейских жителей от нападения извне. И если еврейский голем ходил вдоль ворот еврейского квартала, все просто боялись даже приблизиться и каким-то образом нанести ущерб его обитателям. Считается голем до сегодняшнего дня защитой еврейского города. Пересекаем границу. Широкая улица была когда-то самой широкой улицей квартала и использовалась в рыночных целях. Сегодня на широкой улочке дом и дом и дом и дом и рунгер на противоположной стороне дом двух малорусок, с правой стороны дом и трех мушкетеров. Каждый фасад после очередных перестроек, когда еврейский квартал лишился своих крепостных стен и стал уже неотъемлемой частью современной Праги. Первый раз, когда знаменитый Рави и Гудалев Бен-Бисалей создал знаменитого голема, еврейские жители чувствовали себя защищенными, понимали, что никто не отважится напасть на его датилей, пока будет существовать голем. Голем слушался во всем своего создателя Рави и Будалев Бен-Сесалея, но однажды Рави Леф не успел вовремя вытащить формулу жизни из отверстия в голове голему и голем перестал слушать своего создателя, начал разрушать все, что видел на своем пути. И тогда Рави Леф вынужден был уничтожить своего голема. Вывел его на высокую скалу, вытащил маленькую формулу из отверстия в голове и голем рассыпался. Сегодня существует несколько версий, был ли голем по-настоящему, может быть, это легендарный придуманный герой, хотя большая часть еврейских жителей придерживается, что скорее всего это был человек с какими-то физическими или психическими отклонениями, а может быть, и с теми, и теми. И вот эта формула жизни, которую складывали в голову, скорее всего, было лекарство, которым Рави Леф заставлял голема подчиняться себе. Ну, естественно, давал приказы, он был как маленький человек, который слушался своего создателя или того, кто давал ему какие-то снадобья. До сегодняшнего дня еврейские жители верят, что под крышей старой новой синагоги осанки голема находятся на данный момент. Под крышей синагоги единственный вход, маленькая дверца на фасаде. Другого входа просто не продумано. Изнутри попасть на чердак не возможно. Маленькие скобы на стене, то смотрите, что к ним добраться надо постараться, поэтому этот обувь запускают только издранных, потому что говорят, по сей день под крышей старой новой синагоги находятся останки голема и ждут возвращения другого в жизнь для защиты еврейского поселения. Напротив самой старой синагоги Праги и самой старой синагоги Европы находятся красивейшие ресторанчик у старой синагоги. В этом здании кошерный обычный ресторан сейчас проходит реставрацией, но я думаю, что сами прекрасно понимаете, на Парижской улице в еврейском квартале это еще одно заведение, где чаще всего слышат имя Господа, причем на всех имя. На территории еврейского квартала с правой стороны у нас старая новая синагога. На старых камнях после разрушения старого иерусалимского храма построили новую синагогу. Отсюда и название старого нового синагога. Сегодня еврейский квартал понятно закрыт, суббота, шаббат. Тем не менее, мы с вами можем пройти по территории еврейского квартала, но не заглянуть вовнутрь. В синагогах соответственно встречаются только для молитвы и не для туристических целей. на территории старого еврейского квартала, на территории города. До 18 столетия еврейские жители, чтив память голема, чувствовали себя более-менее защищенными. Тем не менее, к 18 веку жители старого еврейского квартала попали в милость австрийского императора. Некоторые еврейские раввины давали деньги взаймы даже австрийским монархам. 30-летнюю войну финансировал один из еврейских раввий, у которого брали деньги взаймы императоры Австрии. Представляете, какие были богатые люди в то время на территории старого еврейского города. Соответственно, когда пришло время... Так они кушают, они никуда не поедут, не собираются. Они у них свачено, вы чего? У них завтрак. Да, перерыв почти, почти на завтрак. Так, мы же с вами остановились о еврейской ратуше, которая была создана в 18 веке, когда австрийскому императору Иосифу Второму Габспурскому пришло время расплачиваться с долгами предков, а многие императоры брали деньги взаймы и говорили, что когда-то долги будут возвращены. И вот на австрийского императора выпадает жребий расплачиваться с долгами. Конечно, на территории империи как всегда нет денег. И поэтому австрийский император дает возможность еврейским жителям получить привилегии. Те простят долги, но за это получат право основать еврейский город. Появится в 18 веке еврейская ратуша, еврейские жители города будут участвовать в заседаниях даже Пражского городского совета. И не важно, что один еврейский голос соответствовал одной трети Пражского голоса, то есть три еврейских голоса, как один голос Пражанина не еврейского квартала. Тем не менее, для евреев это была очень большая привилегия. И, конечно же, прямо над нашей головой появилась ратуша, фасад которой украшен уникальными еврейскими часами. Посмотрите, на циферблате мы видим еврейский алфавит, и стрелочки этих часов входят против часовой стрелки. Считается, что раз читают и пишут евреи справа налево, значит и стрелки их часов должны ходить в другую сторону. Евреи не против подобных часов и говорят, что их часы показывают время, не идущее вперед, а как будто бы время, уходящее в старое прошлое. Прежде чем пойдем далее, посмотрите вправо, хорошо просматривается территория старого еврейского кладбища. Видно множество надгробных плит, над уровнем каменной стены. уровень захоронений начинался там, где сейчас стоим мы. А уровень, где закончились наслойные захоронения, это уровень сегодняшний. Почти 6 метров наслойных захоронений. В целях экономии места хоронили друг на друга. Хоронят евреев полусидя, знаете, наверное, да, ортодоксов хоронят полусидя в белом саване. Первое, что получают евреи при обрезании, это белая материя саван, который всегда возят с собой. Если еврей умирает, его надо до захода в солнце похоронить. Соответственно, все бегают, все бросают и, естественно, хоронят там, где умер еврей, обычно усаживая в могилу. Усаживают, потому что перед умершим ставят надгробную плиту, на которую он смотрит после смерти и осознает, что он сделал в этой жизни. Хоронят полусидя. Почему? Когда придет страшный суд, всем придется предстать перед Господом. Пока христианин из своего горизонтального положения и гроба вылезет, еврей будет первым богом. Если умирал слишком старый еврей, в области пояса ставили посох, за который он мог притянуться и встать еще быстрее. Продумывали все до деталей. Сегодня на кладбище 12 тысяч надгробных плит. Под каждые предполагают 6-8 слоев захоронений. Более 100 тысяч человек захоронено на территории маленького еврейского квартала. Пойдемте продолжим путь до 18-го столетия всех еврейских жителей коронили именно здесь. Еще одна синагога на кладбище. Дальше здание с вот этой оранжевой черепицей с еврейской звездой над входом, со звездой Давида. Это обрядный зал. Там сегодня экспозиция рассказывающая как раз о традициях погребения и естественно наглядно показывающая как это все происходило. Далее еврейские жители в 18-м веке когда получили возможность стать полноценными горожанами основали свой еврейский город назвали его в честь императора Йозефов. До сегодняшнего дня это соответственно уникальная граница которая сохранилась. Шесть синагог, старое кладбище которое можно исследовать кроме субботы естественно ежедневно. Правда входной билетик в синагогу 200 крон входной билетик на кладбище 200 крон выход с кладбища минимально 200 крон а то как повезет еврейский квартал соответственно попадалось естественно во все традиции сразу же но полушутя полусерьезно выход обычно бесплатный по входам действительно по 200 крон или по 8 евро в каждый из объектов сами понимаете шесть синагог плюс кладбище это естественно огромная территория и достаточно дорогое удовольствие все что мы с вами видим сейчас в еврейском квартале находилось под угрозой разрушения в период фашистской облигации в 1938 году Чехия подчинилась мюнхенскому соглашению и без единого выстрела сдала Чехословакию сначала президента Эдварда Бенеша который принял условия мюнхенского сговора назвали предателем пойдем прямо на другую сторону но со временем оценили во-первых Прага пережила Вторую мировую войну только вот эти четыре злосчастные бомбы все остальное было не тронуто военными разрушениями во-вторых не было большого количества жертв за исключением одного периода Гейдрихиады на территории чешского государства далее территория города особо не пострадала потому что Гитлер Прагу очень любил и приказал город сохранить для себя Прага должна была остаться существовать на века и столетия и должна была стать одной из столиц протектората поэтому сами фашисты сохраняли город как для себя но и не разрушили но еврейский город долго думали что с ним делать в конце концов по прямому приказу Гитлера территорию старого еврейского квартала закрыли колючей пловолкой и сюда никого не пускали потому что нужно было территорию еврейского квартала очистить от обитателей и создать здесь музей по прямому приказу немецких генералов которые выступили над главными пражскими балкончиками в президентском дворце евреям было сказано уважаемые что ж выютитесь в маленьком квартале друг на друге в одной квартире жило по несколько семей потому что на территорию Праги приехало большое количество еврейских семей из разных стран в период оккупации соответственно знаю что здесь все более-менее спокойно эмигрировали тогда из Испании из Польши соответственно надеялись что здесь могут спрятаться от тягот войны но Гитлер сообщил еврейским жителям следующее вы должны взять только свои ценные вещи взять свои документы и отправиться на территорию города который мы вам дарим целый город первая семья которая по Лу приедет или первая тысяча человек которая приедет в этот город получит отдельное жилье отдельные квартиры но что было делать оккупация понятно пришлось выбрать эту тысячу человек первые представители из семьи которые отправились на территорию Терезина и на поездах переехали на территорию в 30 километрах от Праги старой крепости Терезина первую тысячу человек разместили обеспечили абсолютно нормальным вольным проживанием на территории Терезина конечно подождали полгода пока передалась информация все евреи понимая что там все в порядке собрали свои ценности собрали свои вещи и поехали как на территорию города где и будут проживать период оккупации в 42 году на территории Терезина открыли концентрационный лагерь и 140 тысяч евреев которые добровольно выехали на территорию старой крепости Терезин там и в большинстве своем остались до сегодняшнего дня территория квартала естественно сохранилась только потому что Гитлер приказал территорию обнести колючий проволок когда отсюда выехали евреи и сохранить как музей нации которая перестанет существовать когда он выиграет свою войну и окончит свой путь понятно что идея жесточайшая но благодаря тому что евреи сами не разрушили а наоборот вот сюда вот в эти синагоги свезли еврейские свитки авиатор целый ряд обряд